друзья надеюсь видео будет коротким это чисто так впечатление после использования чехла и чтобы вы задумались нужен ли вам такой чехол и готовы ли к тем виды изменениям которые придется делать если вы захотите пользоваться телефоном также удобно как было раньше во первых чехол довольно таки упругий защита реально есть бампер дает реальные борта соответственно когда крышка ложится на эти борта то разбить стекло уже практически невозможно хотя конечно если сюда тюкнуть молотком вы все равно пробьете насквозь это ежу понятно динамик звуковая камера попадает в отверстие практически точно но не совсем но поскольку там зазор звук все равно ухо попадет динамику 98 00 громкий поэтому звук до вас дойдет грязь как вы видите все таки попадает но легко счищается но тут появляются два нюанса первое это на не про очень хорошо садится как вы видите вот он в про камеры немножко не попадают выглядит некрасиво потом кнопки в бампере изначально очень жесткие я уже повесился с ними их просто тупо вырезал тогда стало удобно делать скриншоты все остальное пока они тугие это конечно защищает от случайного нажатия но и также защищает от специального нажатия то есть я хоть и бейся не мог сделать скриншот но никак вырезав кнопки я теперь могу сделать скриншот сканер отпечатка на удивление срабатывает лучше чем в таком же бампере но который не в книжечке видимо немножко другая модель и ребята поняли где косяк или не про она более чувствительная не знаю если у вас аппарат тоже не про кстати то во первых все дырки совпадут это ладно во вторых я обнаружил что у него реально у моего экземпляра по крайней мере и еще у одного или двух людей спором это точно вибро слабее чем у про версии я его вскрыл разобрал соответственно снял кожух на материнке добрался к вибре отпаял то что было припаял другую и вибро стала мощнее то есть мое мнение что у первой партии 98 00 не про вибро были немножечко слабее не знаю как у всех последующих там я не проверял но у тех кто получил первые здесь почему-то вибро более слабо и если вас это выбешивает можете сделать как я просто поменять виброчку и у нас все стало работать хорошо далее здесь есть вот такое непонятное глупое ушко но сюда если что можно повесить брелочек если кто хочет ну если кто-то не пользуется вот этим мухом то тогда можно вот сюда что-то цеплять типа петли на руку тоже каждый решается стекло и сюда клеить не стал но запас позволяет здесь выпуклость миллиметра на 4 поэтому свободно можно приклеить стекло и не знать проблем но телефон само собой становится намного толще даже если учитывать с таким же телефоном но в бампере тут еще разница есть ну само собой если снять еще и бампер на телефон само собой еще тоньше но это только для тех кто хочет еще больше защитить аппарат от возможных воздействий удар и грязи и так далее в частности когда к щеке прикладываете вы здесь становится все жирно закрыли приложили стекло чистое соответственно и датчик приближения глючить не будет и все остальное то есть это получается допиливание с напильником телефона до ума теперь у него как бы уже работает на сто процентов совершенно все то есть если он до этого работал то теперь он вообще супер работает всем пока спасибо за просмотр как всегда ссылка будет еще раз повторена на этот чехольчик если есть какие-то вопросы пишем под видео я легко и с радостью буду на них отвечать ну а сам перехожу более глубокому изучению аппарата 80 буду готовить его обзор всем пока спасибо за просмотр чел надеюсь на подписку на колокольчик все дела пока